Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня пятница, значит пришло время подводить итоги торговой недели. Полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в четырех моих портфелях. Напомню, что по-прежнему инвестирую через брокера Открытия, там у меня российские активы, у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды, ну и также у меня есть криптокошелек на бирже Binance. И, кстати, на прошедшей неделе я его пополнял на 9000 рублей, а вообще чистого профита от роста моих бумаг за неделю у меня плюс 6342 рубля пассивного дохода, мне кажется, не так плохо, учитывая, что рынки большую часть времени были красные. Ну давайте сегодня разбираться по порядку, перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Страшная авария случилась в Египте, столкнулись два поезда, погибло более 30 человек. Я люблю поезда, я часто ими путешествовал и просто на отдых ездил и по работе очень много мотался, и для меня поезда это, ну, абсолютно безопасный вид транспорта. Я чувствую себя совершенно спокойно, когда еду в поезде, но, к сожалению, как выясняется, подобные аварии на железнодорожном транспорте тоже случаются, и это очень и очень грустно. Суэцкий канал по-прежнему остается заблокированным, никак не могут его освободить, и СМИ пишут о том, что там уже скопилось 240 судов, которые ожидают его расчистки. Дело в том, что миновать вот этот путь можно, конечно, но придется оплывать Африку, можете представить какой-то гигантский крюк и по времени, ну и по деньгам, разумеется. Вообще канал не такой широкий, он достаточно длинный и узкий, ну и фарватер, видимо, не позволяет обходить застрявший вот этот контейнеровоз с других каких-то сторон, поэтому все ждут, скопилась большая гигантская пробка. Интересно, что сегодня с нефтью, скоро посмотрим. Новость, которая, в принципе, относится к фондовому рынку, Петропавловск сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера. МВД уведомила топ-менеджера Петропавловск Максима Мещерякова о прекращении в отношении него уголовного дела, сообщила компания. Дело возбудили на фоне конфликта между основателем компании и ее новым крупным совладельцем. Дело было летом, я прекрасно помню эту историю. Максим Мещеряков в августе 2020 года пытался силой проникнуть в московский офис Покровского рудника. Это основной актив Петропавловска. Об этом МВД уведомила Мещерякова. Ну, собственно, о том, что уголовное дело было прекращено. Мы получили уведомление о закрытии дела и компания приветствует решение органов власти, заявил представитель компании. Дело было возбуждено по двум статьям о самоуправстве и краже, как следует из письма МВД. Дело было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Вообще, вот эти уголовные дела в отношении топ-менеджеров, руководителей, участников бизнеса, ну, в принципе-то они по большому счету не, ну, так если логически просуждать, они на непосредственный бизнес, ну, не влияют так уж прям значительно. Но все равно в интернете поднимается паника, какие-то мелкие инвесторы начинают сливать бумаги. Разумеется, бумаги начинают после этого падать. Поэтому и это событие, на мой взгляд, совершенно бестолковое, бесполезное, и которое никак не меняет капитализацию Петропавловска, там, его стоимость его активов, либо перспективность этой компании все равно может оказать положительное воздействие. Ну, вот так работает фондовый рынок. Это просто толпа людей. Кто-то что-то крикнул, другие взяли и на фоне этой новости либо купили бумаги, либо продали их. Ну, и сегодня, кстати, случилось знаменательное событие. Мой канал набрал 3000 подписчиков, и прямо в этот день, я считаю, что это не совпадение, Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, а не планирует ли он стать видеоблогером, ответил «Буду размышлять, надо подумать на эту тему». Ну, я, конечно, думаю, президент пошутил, но мне было бы любопытно посмотреть какой-нибудь видеоконтент в его исполнении. Ну, скажем, про инвестиции, возможно, либо о том, как построить дворец, может быть, какое-то кулинарное шоу. Но хотя говорят, что у Путина нет вообще никаких соцсетей, а жаль, я бы на него обязательно подписался. Погнали на рынки. Сегодня очень приятная неожиданность, особенно для пятницы. Отличное восстановление по российским индексам. РТС в плюсе на 2,29%. Индекс Мосбиржи растет на 1,52%. Золото плюс 0,31%. Тройская унция стоит 1732 доллара. А вот и источник позитива. Бренд плюс 4,19%. И баррель нефти стоит 64 доллара 38 центов. Отличный хороший рост, но, видимо, нефтяники не стали сильно волноваться из-за блокировки советского канала. Так или иначе, как говорят люди, кто занимается сейчас освобождением прохода, максимум эта проблема продлится неделю. Юрлс плюс 4,34. 62 доллара 54 цента за бочку. Записываюсь дома, соседи вдруг резко громко врубили музыку. Так что, друзья, если вдруг вам слышно, можно немножко пританцовывать. Биткоин сегодня плюс 2,54%. Монета стоит 53 368 долларов. Америка тоже открывается в позитиве. S&P 500 на старте плюс 0,51%. Промышленный индекс Доу Джонса плюс 0,48%. За 5 дней американский индекс вышел в общий плюс. Ну и за месяц тоже в целом хороший график. Вот перед вами график за полгода и график начиная с этого года. Ну что сказать. Судя по нему, мы по-прежнему пребываем в бычьем тренде, который периодически приостанавливается. Но медведи пока на рынок не пришли. По индексу московской биржи две лучших бумаги. Это Русал плюс 4,1% и с таким же результатом ММК. В пятерке Норникель плюс 3,6%, НЛМК плюс 3,1% и Аэрофлот плюс 2,7%. Процента по Аэрофлоту, думаю, связана с тем, что все чаще появляется информация о том, что Россия возобновляет авиасообщение. Даже в моем родном городе сказали, что с апреля, по-моему, уже заработает международный аэропорт. Вот так вот. Рост Телеком минус 0,7%, Тинькофф минус 0,9%, Х5 Ритейл минус процент, Полиметал минус процент и худшая бумага по индексу это Киви минус 1,3%. По всему рынку лучшая бумага это Левенгук плюс 10,24 на втором месте Сахалин Энерго плюс 7,35 и в тройке Нефас плюс 6,21. В лидерах ММК, ТАТ, Телеком, Русал, Якутская Энерго, Соликамский магниевый комбинат, Норникель, Байоджен и Роуман. Ну давайте сегодня Левенгук пропустим, мы ее разбирали неоднократно, эту акцию давайте серебряного призера рассмотрим. Сахалин Энерго по бумаге за месяц минус 6, за год плюс 61, за три года плюс 47%. Ну я признаться думал, что сейчас тут будут трехзначные цифры, у энергетиков такое случается, там доходность годовая 150%, 200%, но нет, с этой бумагой не так все классно. Сахалин Энерго, тикер SLEN, 6 рублей 28 копеек за акцию и сегодня плюс 0,43 рубля. Вот цифры по компании на ваших экранах, нет информации по дивидендам, зато показатель цена-доход очень привлекательный, всего лишь 1,86%, крайне дешевая бумага, не переоценена. Ну наверное и не нужна она нафиг никому с такой доходностью, поэтому особо инвесторы в нее не идут. Кто знает, если зайти действительно по такой адекватной стоимости и компания выстрелит, можно заработать отличные деньги, главное зайти в ту компанию, которая выстрелит, в этом сложность. Теханализ на месяц, активно покупать, скользящие средние 12 к 0, технические 11 к 0 за покупку. В Тинькофф этой бумаги нет, вот ее график в брокере открытия, за месяц, за полгода, за год. Так, что у нас тут получается за год, в июне был хороший рост, до сентября, потом просадка, но сейчас бумага вновь немножко подрастает и общий график по компании. Здесь у нас данные с 2017 года, получается за 4 года, ну и если все это суммировать, получается, что компания денег и прибыли своим акционерам не принесла. Сахалин Энерго, главное энергообеспечивающее предприятие острова Сахалин, образовано в 1963 году, с 2008 года стала дочерним предприятием РАО ЭС Востока, в 2017 году стала ПАО, штаб-квартира в Южно-Сахалинске, энергосистема предприятия изолирована от энергетической системы России, общество работает в тяжелых климатических условиях. Дивидендов нет. Что я хочу сказать про данную бумагу и вообще про энергетику. Я укоренился в выводе, в заключении, что энергетические компании это вещь исключительно для падающего рынка, это кризисные бумаги. То есть, когда в экономике все хорошо и стабильно, когда на рынках быки, что происходит сегодня, энергетику держать по большому счету не очень интересно. Единственное, чем могут привлекать энергетические компании, это высокой дивидендной доходностью и таковые имеются. Эта компания не платит дивидендов совсем, поэтому мое резюме, что вкладывать в нее деньги в сегодняшнем тренде, наверное, смысла не имеет. И даже если тренд поменяется, мне кажется, на рынке есть бумаги поинтереснее. Давайте посмотрим, что сегодня у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия, тоже плюс, но значительно скромнее, чем по рынку. Плюс 0.38, 604 тысячи в портфеле. Так, смотрим результат. Финансовый результат за 7 дней у меня слабый минус в минус 500 рублей. За 30 дней я тоже болтыхаюсь около нуля. Минус 0.21, минус 1200. За год доходность плюс 37.96, плюс 196 тысяч. Но, как мы видим, вот этот вот резкий подъем продлится до августа на этом графике. И затем случится замедление этих темпов. Ну, потому что в августе замедлилось восстановление экономики. Во всяком случае, по моим бумагам. Потому что у меня начали немножко против шерсти идти золотодобывающие и энергетические компании. Ну и вот моя общая доходность. Плюс 42 процента, плюс 145 тысяч рублей. Это доходность с апреля 2019. Скоро буду отмечать юбилей. Два года на фондовом рынке. Что касается моих бумаг. Лучшая компания дня это Русал плюс 4.37, потом Норникель плюс 3.46 и Префисбера плюс процент. В плюсе АФК-система, FXRL, Сбербанк, китайская ETF, Камосбиржа, FXIT и Яндекс. Остальное в минусе, FXUS в нуле, МТС, Детский мир, FXW, Росагра, Евро сегодня теряет к рублю 43 сотых. Стоит 89.48, опять опустился ниже 90. Полюс минус полпроцента, ОГК-2 минус полпроцента, доллар минус 0.81 и худшая акция это Ленэнерго минус процент. Вот вам, кстати, энергетика на растущем рынке. По индексу Мосбиржи плюс полтора, по Ленэнерго минус процент. Вот понимай как хочешь. Ну и полиметалл. Здесь все понятно. Когда на рынках позитив, по золоту негатив. Так обычно и бывает. Минус 1.78%. Если посмотреть на весь мой портфель с высоты птичьего полета, лучшая акция по-прежнему. АФК-система и вряд ли ее кто-то опередит. В обозримом будущем плюс 131%. На втором месте Яндекс плюс 56. И в тройке Мосбиржа плюс 44. Детский мир плюс 40. Полюс плюс 26. Сбер, Префы плюс 19. Полиметалл плюс 17. Ленэнерго 15. Сбербанк 15. Русал плюс тоже почти 15. Норникель 13. FXWO 12. ОГК 2 плюс 10. Ну вот смотрите. Я держу ОГК 2. Это опять же к вопросу про энергетику. И держу Ленэнерго. По одной акции плюс 15. По другой плюс 10. Но и там и там дивдоходность в районе 6-8%. Можно ее сюда плюсовать. Ну вот не знаю. Много это или мало. Наверное это хуже чем в целом прошел 2020. Поэтому сейчас энергетики, я думаю, не очень актуальны. МТС минус 3,2. Ну и вот портфель из ETF. Лучшая FXUS ETF, которая тоже забуксовала последнее время. FXIT плюс 3,35. Акции ROSAgro плюс 2,6. И две ETF в минусе. Российские акции минус 0,15. И никак не выберется из ямы Китай минус 5,63. У соседей Миша Круг и Пения. А мы перелетаем в американские бумаги. 177 тысяч у меня в ИИС. Сегодня здесь плюс 0,83. Плюс 1467 рублей. Всего по этому портфелю плюс 24%. И плюс 34,700. По фондам сегодня 0. 191 тысяча в фондах. И всего плюс 4,5. Плюс 8,200. Но вообще американские бумаги, помимо девальвации рубля и укрепления валюты, ничем особым в последнее время не радуют. Криптокошелек пока мой прилично красный. За вчера был минус 2,74. За месяц я ушел в минус 72%. Ну такая волатильность вещь нормальная. Ожидаю, что в итоге все равно получу свои 100, 150, 200, а то и 500 годовых. Ну во всяком случае вангую именно об этом. Ну все, друзья, давайте отдыхать. На фондовом рынке мы встретимся уже в понедельник. Отличных вам выходных. Хорошо их провести. Ну и не забывайте смотреть мой канал и уикенд тоже. Что-нибудь интересное для вас обязательно выложу. Спасибо вам огромное за внимание. Поставьте лайк, если не трудно. И всего вам самого доброго. Хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!